В этом уроке мы с вами познакомимся с основными методами для отправки и настройки асинхронных запросов, а также свойствами, которыми мы эти самые запросы сможем специфицировать. Итак, приступим. Вся общая работа с Аяксом в jQuery вертится вокруг метода Ajax. Это по сути единственный метод, который отправляет асинхронные запросы, который отвечает за отправку запросов в фреймворке jQuery. Все остальные шотхенд методы, они инкапсулируют вызов вот этого вот функции Ajax внутри себя. И мы просто-напросто этого не видим, хотя на самом деле оно именно так и происходит. В качестве аргумента данный метод принимает коллекцию свойств, которыми мы можем задать параметры каждого запроса, можем указать функции, которые будут заниматься обработкой полученных от сервера ответов и еще кучу-кучу настроек, которые мы начнем рассматривать уже в этом уроке. Теперь давайте с вами обратим внимание на метод Ajax Setup. Он предназначен для того, чтобы устанавливать дефолтные значения для всех будущих Аякс запросов. В качестве аргумента он также принимает коллекцию свойств, точно таких же свойств, как и метод Ajax. Лишь той разницей, что свойства, переданные как аргумент в метод Ajax Setup, будут использованы по умолчанию для всех будущих асинхронных запросов. Ну что же, теперь я думаю самое время уже начать знакомиться именно с самими этими свойствами. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это свойства URL. Это тот самый целевой URL, адрес того документа, к которому мы будем стучаться. Следующий параметр это свойства Async. Это булевое значение, индикатор асинхронности запроса. Что же изменится в зависимости от того, запрос наш будет асинхронным или нет? Асинхронный запрос это такой вид обращения к серверу, когда в то время, покуда сервер обрабатывает ваш к нему запрос, клиентская часть вашего кода продолжает дальше выполняться. Если же запрос будет синхронным, то есть вот это самое свойство Async будет установлено в False, то покуда сервер не ответит на ваш запрос, клиентский код выполняться дальше не будет. Следующее свойство это параметр Type, ну это метод HTTP запроса, по умолчанию установлен как Get. При желании можно переписать его в False. Следующее свойство это Data, то есть данные для отправки на сервер. Могут быть они переданы в двух видах. Первый вид это коллекция пар ключ-значения. И второй вид это данные уже сформированные в виде URL. Такую, как вы частенько видите в адресной строке вашего браузера. Следующее свойство ProcessData показывает, нужно ли конвертировать данные из объектной формы в вид вот этой самой строки запроса. По умолчанию установлено в True. Это тот самый момент, когда не jQuery нам помогает, а мы можем немножечко ему помочь, да, установив данный параметр в False, если уже сами сконвертировали данные, вот вид URL. Следующий параметр ContentType это MIME тип передаваемых данных. По умолчанию установлено в форму URL-encoded. Ну и последний параметр, который мы рассмотрим в данном уроке, это свойство DataType. Это тип данных, которые мы ожидаем от сервера. Почему значения по умолчанию здесь указаны вот так вот, сразу несколько штук? Потому что jQuery в зависимости от заголовков документа, к которому мы обращаемся, попытается сама установить тип данных, которые мы от него получим. И выберет между HTML, XML, JSON и скрипт. Теперь давайте-ка я вам расскажу, почему важно устанавливать, какой тип данных мы ожидаем от сервера. Потому что каждый тип данных по-своему обрабатывается. Данные в виде обычного текста и в виде XML передаются в обработчики без каких-либо изменений. А вот, например, если мы получим данные в формате HTML, то уже весь JavaScript-код, который будет находиться внутри этого HTML, между тегами и скрипт, будет выполнен, прежде чем данные будут переданы в обработчик. Например, если данные приходят в формате JSON, то полученная строчка проверяется регулярным выражением с помощью метода parse на совпадение с данным форматом. Если же полученные данные не соответствуют ему, то будет сгенерирована ошибка. Ну и напоследок, JavaScript-код, полученный при запросе с DataType Script, также будет сразу выполнен по факту его прихода к клиенту. Теперь давайте-ка перейдем в среду и попробуем все эти свойства прощупать собственными руками. Итак, снова мы видим нашу формочку для отправки сообщений. Единственное, что изменилось, это теперь мы подключили внешний JavaScript-файл lesson1.js, который лежит в одноименной папочке. Давайте-ка сразу обратимся к коду этого файла. Здесь у нас все то же самое. Обработчик события submit нашей с вами формы отправки сообщения. Останавливается поведение браузера по умолчанию. Задана переменная форма, на которую в данный момент указывает this. И также определена функция log, которая будет выводить переданное ей сообщение на консоль при наличии такой возможности. То есть, если определен метод log объекта консол, ну или если данный метод не определен, то будет выводить переданное сообщение в окошко alert. Ну и ниже видим вызов метода ajax с единственным заданным параметром, параметром url. Получаем мы заданный параметр, опять же, через атрибут action нашей с вами формочки. Давайте проверим, работает ли наш код или нет. Идем в браузер, обновляем страничку, кликаем по кнопке, видим, да, что все у нас работает, все отлично. Ну что же, что касается вот этого самого атрибута async, о котором я вам говорил, синхронности и асинхронности запроса. Чтобы отследить работу вот этого самого параметра, мы поступим в следующее. После вызова метода ajax выведем на консоль три звездочки и забегая немножечко вперед объявим обработчик событие complete, да, то есть по факту завершения нашего запроса будем выводить опять же на консоль сообщение о том, что запрос завершен. Сохраняем наш документ, идем в браузер, смотреть, что же у нас получилось. Кликаем по кнопочке отправить, видим, что сначала вывелись звездочки, да, а потом мы увидели сообщение о том, что запрос завершен. Хотя, вот эта самая функция, которая печатает звездочки, да, она в коде стоит ниже, чем вызов метода ajax. То бишь, несмотря на то, что запрос занял 14 миллисекунд, код, идущий после отправки этого запроса, да, выполнился раньше. Если же мы теперь установим данное свойство в false, то результатом у нас будет обратный порядок этих сообщений. Обновляем страницу, проверяем. Как я и говорил, да, теперь мы видим, что сначала завершился запрос, а уже только потом выполнился код, идущий после вызова метода ajax. Чудненько. Итак, это теперь строчечку можно удалить и займемся параметром type. Так как мы не указывали в предыдущем примере вот этот самый параметр, по умолчанию он был задан как get. Если мы сейчас сохраним файл, вернемся в браузер и не будем обновлять страницу, то можем увидеть в загруженном документе, что метод обращения был get. Теперь мы уже его указали как post, сохранили страницу. Если мы сейчас обновимся, отправим запросик и увидим, что метод изменился на post. Идем снова в среду. Теперь давайте попробуем отправить какие-нибудь данные. Отправим мы их в виде вот таких вот пар ключ-значения и заодно уже можем использовать и свойства processData. так как мы вот в таком вот формате отправляем данные, то здорово было бы их сконвертировать в URL-формат. Так что оставляем данное свойство в true. Сохраняем наш файл. И если при предыдущих запросах мы можем увидеть в ответе сервера, что в обработчик не были переданы необходимые данные, то теперь при отправке запроса в ответе сервера мы с вами можем наблюдать сообщение о том, что наше письмо было отправлено, что не может не радовать. Теперь давайте попробуем отправить данные уже закодированные в виде URL. Для этого мы сделаем следующее. Для нашего элемента форм вызовем метод serialize. Теперь параметр processData можно в принципе установить в false, так как нет необходимости в лишней обработке данных. Сохраняем страничку, идем в браузер, кликаем на кнопочку отправить, смотрим, что ответил нам сервер. Чтобы в обработчик не были переданы нужные ему данные. Это произошло не потому, что данные к нему не поступили, а по той причине, что полученное поле email проверяется регулярным выражением на совпадение с шаблоном адреса электронной почты. Если этого совпадения не обнаружено, то сервер опять же ответит нам, что не получил необходимых данных. Для того, чтобы все прошло успешно, нам нужно всего лишь указать валидный email. Например, тест собака Ctrigger.ru. Теперь отправляем запрос и видим, что в ответе уже положительный результат. Итак, нам осталось рассмотреть всего несколько свойств. Это ContentType. Мы его просто укажем, как бы менять здесь ничего не будем. Ну и DataType. Так как мы можем наблюдать в браузере, что получаем ответ в формате JSON, то, в принципе, опять же, можем его и не можем, а должны его и указать. Зачем лучше указывать тип ожидаемых данных? Не просто для того, чтобы как-то его уже jQuery попытался сам обработать, а для того, чтобы мы могли вовремя перехватить и соответствующим образом обработать исключительные ситуации. Например, когда при генерации данных на сервере произошла какой-то сбой, какая-то ошибка, и там что-то мы неправильное получили. Будет генерирована ошибка, и мы сразу это поймем, сразу сможем предпринять какие-либо меры. Ну, на этом, в принципе, и все с данным уроком. Вы поэкспериментируйте со свойствами, поменяйте их значения, поработайте с консолью, чтобы хорошенечко закрепить весь пройденный материал. Увидимся в следующем уроке.